Это произошло 24 июня 1947 года в стамилях от американского города Сиэтла в районе Каскадных гор. Пилот-любитель Каннет Арнольд кружил на небольшом самолете над урочищем Маунт Рейнер. Он искал пропавшее накануне военно-транспортное воздушное судно. Летчик намеревался получить премию в 5000 долларов, если обнаружит обломки. Когда Арнольд пролетал над склонами самой высокой в этом районе горы, он вдруг увидел 9 дискообразных предметов, промелькнувших в небе со скоростью около 3000 км в час. Предметы перемещались правильным строем. И, как рассказывал потом Арнольд, их движение напоминало полет тарелок, скользящих по воде. Ошеломленный летчик вернулся в аэропорт и сразу помчался в редакцию местной газеты, где уже с порога стал кричать, что он только что видел космических пришельцев. Спустя сутки факт присутствия неопознанных объектов в небе над каскадными горами был подтвержден военными. А чуть позже пресса стала публиковать все новые и новые свидетельства появления летающих тарелок, что дало основание журналистам заявить – земля подверглась нападению космических пришельцев. Не так давно специалисты по изучению неопознанных летающих объектов отметили своеобразный юбилей – 65 лет со дня появления в земной атмосфере первых загадочных дисков. Точка отсчета принято считать именно тот самый визуальный контакт с таинственными пришельцами американца Кеннета Арнольда в 1947 году. Однако, как заявляют исследователи, НЛО существовали намного раньше. Древние манускрипты и летописи античности изобилуют упоминаниями о летающих объектах, пилотируемых сверхъестественными существами. Но самым насыщенным необыкновенными явлениями такого рода ученые считают период с 1880 года и вплоть до начала Первой мировой войны. Можно утверждать, что современная история НЛО началась именно тогда. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной, и второй такой существовать не может. 26 марта 1880 года Джером Кларк и Люсис Фариш из Нью-Мексико увидели в вечернем небе корабль в форме сигара. Более того, очевидцы утверждали, на загадочном объекте находились 10 странных существ, которые выкрикивали что-то на совершенно непонятном языке. В том же самом году в Персидском заливе пароход британо-индийской компании Патна встретился с неопознанным объектом. Странный контакт был описан очевидцами так. Темной спокойной ночью на обеих сторонах парохода появились огромные блестящие вертящиеся колеса, спицы которых, казалось, задевают судна. Очевидцы слышали всплеск, сопровождающийся свистом и фосфорицирующим светом. Это необыкновенное явление видели капитан Аверн, командир Патне и мистер Мэннен, третий офицер. С октября 1897 года американские газеты начали публиковать репортажи о неопознанном воздушном предмете в лесной глушине Браски. Местный фермер и его семья видели необычный аппарат с тремя яркими огнями, висящий в воздухе над плантацией. 17 ноября неопознанный летающий объект внезапно быстро поднялся вверх и ушел в пространство над Сакраменто. Немногим ранее информация об НЛО появилась и в нашей стране. В военное министерство Российской империи стали поступать тревожные донесения от офицеров частей, расквартированных на территории царства польского. В них говорилось, что солдаты постоянно замечают в небе сигарообразные объекты неизвестного происхождения, которые с высоты наблюдают за расположениями военных, особенно в период проведения учений. Объекты ведут себя очень странно. То зависают, то начинают маневрировать и перемещаться с невообразимой скоростью, и при этом резко меняют направление движения. Более того, значит, военный министр русский в 1892 году собрал специальное совещание, где были собраны эксперты и были заслушаны доклады по природе этого явления. И был сделан вывод, что характеристики этих объектов они не имеют никаких аналогов в современном состоянии воздушного флота, скажем так. То есть это технологически были недосягаемые пироиды, которые они там вытворяли. На министерское совещание...